Я хотел бы начать словами классика. Бьюти пасс, мальчишка симпатичный. Глобал иллюминейшн пасс, с тобой хочу гулять. Дефьюс лайтинг пасс, с ума сводил отличниц. Тебя рефлекшн пасс, хочу поцеловать. Иван Годомин, Санкт-Петербург, 2020 год. Какие чудные стихи. Всем привет, это CG подкаст номер один, сезон номер два. Саша, Ваня, восемь. Привет, парни. Привет. Здравствуйте, господа. Давно не виделись, не слышались. Я сумел прочитать это, не заржав ловись. Ванечка, Ванечка, случилось чудо-чудес. Всего лишь месяц назад. Нет, блядь, месяца две недели назад. Ты обещал, что вот-вот через неделю запустится твой курс? Обещал. И когда он запустился? Он запустился 23 августа, неделю назад. Он не запустился, запустились продажи этого курса. Не надо, ля-ля. Курс запустился, хрен знает когда. Ну, точнее, он запустится 3 ноября. Но продажи, да, действительно. Но могло быть хуже. У Вани в январе должен был быть готов шоурил. Так что хорошо, что курс хотя бы... Ваня уже просто понял, что он скидывается на рекламу, а его деньги идут на рекламу моего курса и курса Андрея. Я читаю ваше обсуждение про рекламу, и там так скучно, пиздец. Как вы это вообще читаете? Да, ну, как сказать коротко и интересно. Это не может быть интересно. Какие-то продажи, какие-то таблицы, циферки. Да не, нормально на самом деле в это вникать. Ну, мне, по крайней мере, интересно в это вникать. У нас, правда, довольно дорогая реклама получается, учитывая то, что мы там уже кусков 20 потратили. Это около... Сколько кликов? Я не помню, сейчас не могу сказать. Что-то 700, что ли, по-моему, перехода. Ну, типа вообще ни о чем. Я не понимаю, почему, почему, как это работает. Либо мы что-то не понимаем. Да, намного дешевле получается, когда мы просто делаем какой-то контент, и с этого контента приходят люди. Так что у нас запустились самые крутые в мире курсы по компьютерной графике. Awesome SuperShot, Awesome Matchmove Artist и Awesome Senior Compositor. Все на сайте matematic.xyz. Welcome. Что еще? У нас какие-то, наверное, будут перемены, потому что тяжело делать столько, сколько мы делали до ухода в этот микроотпуск. Возможно, мы что-то подсократим, но раз в неделю подкасты будут, если я правильно понимаю. Да. Круто. Подкасты — это счастье, любовь и кайф. Мне кажется, этот год... То есть в прошлом году подкасты вообще в целом в Рутьюбе были не на таком хайпе и подъеме, какими они стали за этот год. Сейчас у каждого бродяги подкаст. Я как не открываю Ютуб, там, ой, новый подкаст у того-то подкаст, у комиков каких-то стендап подкасты вышли. Да. Сначала мне казалось, что подкасты есть только у айтишников. Сейчас они есть у... Ну, мы не берем радиостанции, которые там... У каждой радиостанции, блядь, у каждой авторской программы есть свой подкаст. Такие подкасты, подкасты... Вот у айтишников много было подкастов, а сейчас много подкастов именно у комиков появляется. Мне кажется, это просто такой формат, который, ну, не требует от тебя никакой, как бы, тотальной подготовки. А Spotify еще не запустился в России? В смысле, подкасты Spotify? Нет, по-моему, нет сейчас. Вроде не было. Прямо сейчас скажу. Заходя на сайт podcast.mathematica.xyz Вау. Я сначала вожу мышкой по Сашиному лицу, потом нажимаю на Spotify и вижу, что... Нет, Spotify глобальный, мировой, даст, дает послушать наши подкасты, российские, не дает, поэтому... Ах, он хулиганища. Непонятно. Ну что, расскажите, сколько мы в отпуске были? Месяц. Месяц? Месяц, наверное. Что у вас нового было, ребят? У меня... Как любит говорить Ванечка. Ну что, ну как? Ну как? Ну что у вас? Ну как вы, ребят? Как вы, что вы? Вообще в целом, да, не скажешь ли, что вы. У меня за эту новость хорошее произошло дело. У меня от смотрения в монитор, ну как я думаю. Катаракт разъел. Да, лопнули короче капилляры в глазу, и глаз воспалился один. И я, значит, купил капли. Ой, Ваня, у меня каждый вечер почти краснеют глаза, только это не из-за капилляров, а из-за канадского законодательства. Из-за канадского законодательства. Ничего, Сашенька, скоро это закончится. Так вот, самое забавное. Ну, а у тебя как бы с утра такое ощущение, как будто тебе песка насыпали в глаза. То есть ты вроде как бы спал, просыпаешься, а все равно не можешь проморгаться, потому что так больно. А я пошел, значит, купил капли специальные. И мне кажется, что основной их эффект, ты когда их закапываешь, у тебя так начинают гореть адские глаза, что как будто после того, как эта боль проходит, как предыдущая сжение, она уже не такая сильная. Мне кажется, вот весь эффект в этих каплях и заключается. То есть с тем же успехом ты мог себе ударить молотком по пальцу, и тебе было бы не так больно глазам. Ну, типа того, там, бензин, там, битое стекло себе, ну, что-нибудь такое. Я не понимаю, но, справедливости ради, после, там, сколько, двухнедельного курса у меня вроде поприличнее стало. Ну, в общем, да, это печально, это больно, это неприятно. Я помню нашу поездку в Екатеринбург, когда мы ездили читать лекции про компьютерную графику на какое-то... Red мероприятие называли. Red Con, не помню, как называется, да, екатеринбургский. И мы ездили с Киром, с Андреем Титаренко, с Андреем Шарапко, вот, Ваня, я ездил, с Женей Яковлевым, художником комиксов, там, встретились, и, вот, с Камильфо-издательством. Ну, мы там все угорали, бухали, дело молодое, и у Вани в день его лекции на утро, или когда, люто разбухла рука. И он такой, блин, ну, блин, реально, типа, ребята, у меня правая рука разбухла, пиздец. Левая, левая была. Левая, вот, и никто не понимает, что к чему... Ну, всем жалко Ване, но непонятно, в чем дело. Я смотрю, Андрей что-то, как-то эта шарапка, по взгляду, как будто бы догадывается, в чем дело. Я спрашиваю, он говорит, ну, я как-то Ване стесняюсь, конечно, сказать, но мне кажется, это из-за того, что он пьет очень много. Подождите, нельзя переносить те же шутки в новый сезон. Давайте про то, что Ваня алкоголик, оставим в прошлом сезоне. Да, но ведь в этом сезоне я предлагаю пойти общемировым трендом и сделать собер-октобер, трезво октябрь. Ваня, сейчас август. Да, спасибо. Даешь, ты себе даешь полтора месяца на то, чтобы пить и готовиться к этому. Ну, я заранее, так сказать, подготавливаю публику, что в октябре, кто хочет, присоединяйтесь. В октябре будут подкасты очень скучные. Говорят, готовьтесь заранее, что в октябре будет скучно. Либо Ваня будет настолько продуктивный, что мы все просто чокнемся и офигеем, потому что... Вот, Сань, скажи, как у тебя? У меня лично, когда, ну, с января мы с тобой не пьем, у меня продуктивность просто зашкаливает. Я хер знаю, как я раньше мог. Да, у меня же один, кстати, заканчивается. Вот два everyday челленджа, типа, уже 120 дней. И, типа, я еще другое учу, что не пощу. И это круто. Ты делаешь такие всякие. То есть на какие-то личные проекты сразу хватает времени, когда не пьешь? Кстати, про личные проекты. Кстати, почему Ваня так долго запускался и не пьет? Кажется, в этом есть связь. Ну, ладно, упустим. Про личные проекты. Мы, опять же, во всеуслышание, чтобы нам потом было стыдно, если этого не случится. Мы с 8 и с еще Андреем, которого у нас еще не было в гостях ни разу. Шарапко, ну, может, в следующий раз его и позовем. С Андреем Шарапко и с моим другом Артуром. Мы в апреле, если не испортится коронавирус, опять не случится. 11 апреля. 11 апреля побежим полумарафон в Берлине. Ох, ох, ребятушки. Ребята, если у кого-то когда-то была, ну, не то что мечта, но какое-то желание к чему-то подготовиться и сорваться, то мы можем свой CG делегацию направить в Берлин на самый крупный полумарафон. Если что, пишите нам в CG-чат номер один. Мы будем готовиться вместе к полумарафону. Да, кто весной хочет в Берлин пробежать полумарафон, вот еще раз, пишите в чат. У нас есть уже группка, если у вас серьезные намерения, мы вас туда добавим и будем все вместе готовиться. И круто. Да. Собероктовр, потом, значит, полумарафон, потом что? Что вы еще придумаете? У меня нет столько здоровья. Да, да, да. На этом все, на этом конец. А, я уже думал, побежим целый марафон в Лос-Анджелесе под палящим солнцем, да, но нормально. Кстати, я узнал, что в мире не так много, ну, типа, самых главных марафонов всего пять. Да, 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 и Берлинский самый ближний к нам. Да, так что это круто, это круто. Когда в CGF все еще сидели в офисе, и до того, как из CGF ушел Женя Зернов в силу света. Ну, мы с ним не так много общались, но такой очень приятный парень, он, по-моему, хэт-лейаута был. И он очень по бегу угорал, и он улетал. Ну, во-первых, я вдохновился тоже бегом, исходя из его фейсбуков, инстаграмов. Вот, и он летал в Париж на какой-то марафон. Вот эта штука очень вдохновляет. Я не знаю, почему она, может, на меня только так работает, но меня очень вдохновляют подобные вещи. В том плане, что я сейчас слушаю больше, когда там работаю, или что-то канал на ютубе «Бег вреди» называется. И ты его слушаешь, и там чуваки говорят, о, ну вот, мы пробежали там Iron Man. А Iron Man, это же пиздец, это 4 километра плавания, 180 километров на велосипеде и марафон. И ты такой смотришь на них, они, блядь, живые люди. Такой, в смысле? Камон, почему я устаю, когда пробегают 12 километров, а они, блядь, такую хуйню пробегают, и все нормально. Вот, это очень мотивирует, поэтому круто, круто. Да, на всякий случай, полумарафон это 20, сколько километров? 21. 21 километр. Ну, я иногда бегаю вокруг дома, я тоже только начинаю готовиться, если кто-то боится, то... 3 месяца, 8, я почитал? Нужно 3 месяца, за 3 месяца можно подготовиться. Крутяк, я понял. Я просто взял, открыл Яндекс.Карты в своем районе и проложил просто по каким-то знакомым дорогам маршрут 21 километр, и я такой, блядь, как далеко. Ну, типа, если ты готовишься, надо же так или иначе пробежать эту дистанцию. И я такой, блин, это от моего дома там до Меги и обратно бежать, условно. Я такой, блядь, как далеко. Вот, и у меня немного мотивация пропала. А я потом подумал, сколько это бежать, ну, типа, это 2-3 часа. Ну, я подумал, что, ну, можно и потерпеть, типа. Ну, да. Ну, нет, это не 3 часа, это 2 с чем-нибудь. Ну, если пешочком идти, то можно бы и за 3 управиться. Вань, ты не хочешь перлинский полумарафон? Я, нет, я бегать не очень люблю. Я могу купить электрический самокат, его как раз должно хватить на 20 километров, и ехать просто рядом с вами, чтобы водичку вам подавать. В таком варианте я готов. Зато нам медальки потом дадут, и мы так... Шоколадные, надеюсь. Медальки. Нет, настоящие медальки. Ага, круто. Вот, благодаря отдыху нашей... Ну, нет, благодаря, наверное, кризису 30 лет больше, чем отдыху от подкаста, мы с 8 придумали еще одну идею. Мы поняли, что в нашей жизни чего-то не хватает, чего-то яркого, что вся жизнь серая, и мы решили, а почему бы нам не получить какую-нибудь награду, какого-нибудь фестиваля и под этому темпроекту. А что за фестиваль? Вы-то хоть поясните, фестиваль с чем связанный? Фестиваль кройки и шитья, фестиваль, не знаю, там, бумажных самолетиков. Фестиваль вышивания бисером в Владимире. В Новосуздале, если есть такой выход. Ладно, непонятно, получится или нет, но мы хотим войти в шорт-лист. Я говорю или не говорю? Говори, почему не получится? Восемь, ты посылаешь... Хорошо. Негативная аффирмация. Окей, мы хотим войти в шорт-лист фестиваля Berlin Music Video Awards. Нет, подожди, стой, опять негативная аффирмация. Мы войдем в шорт-лист Berlin Music Video Awards. Когда? Когда? В марте? Нормально. Неплохо. Да, в конце осени, начале зимы у нас продакшн, и мы это все до... 21 марта, по-моему, последний день. До 21 марта, да, отправляем. На этот движ подбивает все равно то, что... Не знаю, подбивает карантин, подбивает то, что ты как-то вот, опять же, чуть приостановил свой поток обычных дел, как-то посмотрел со стороны, подумал, что может какую-то дыру в тебе заполнить, и такой... Подбивает то, что ты ничего не добился в жизни в 30 лет, и такой, типа, Сука! Твой спич лучше. А что вообще за этот месяц произошло из CG новостей? Я помню только, что... Вышел новый Кентулс. Я поучаствовал в создании промо-видео, поэтому могу рассказать. Давай. Мы с ребятами сделали видос, демонстрационный для новой версии Кентулс. В чем фишка основная в том, что вы можете подгружать фотки людей, актеров, кого угодно, которые вы взяли откуда угодно, из интернета, не из интернета, они могут быть сняты все на разную камеру, с разными выражениями лиц, морщащиеся, не морщащиеся, и собирать из них довольно точную модель головы. И это очень круто. Вот, посмотрите демо-видео. И также не только модель, но и текстуры совмещать, проецировать. Короче, там вообще магия, фантастика. Это все в блендере? Блендере. Это в блендере, да. Я делал что-то в блендере. Ага. Я делал все это в блендере. Ну и часть я делал в синеме 4D, чтобы я имитировал там интерфейс блендера. Да-да-да, это будет смешно. Кстати, из других новостей, по-моему, еще за это время открылась платформа CGDU, которая от Никиты Аргунов. Старкудов, да, давай, расскажи, пожалуйста. Так если б я сам знал. Пожалуйста. 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 Я перешел по ссылке, увидел, насколько она уродливая. Очень некрасивый сайт. И вот тут же секунду закрыл. На этом мое знакомство закончилось. Как сказал Никита, а, кстати, да, выяснилось, что, в принципе, Аргунов-то студия перестала существовать еще в конце прошлого года. То есть они закрыли кому, я так полагаю, ну, сделали и все. Они распустили и Ростовский офис, и Московский. Это же офигеть новость. А это потому, что нет заказов или? Нет, потому что есть, просто решили закрыться. Может, есть подробности? Подробности я не знаю, но насколько я там, вот, ребят писали, что куча денег всем задолжали. Так вот, Никита сейчас, он уехал в Таиланд, короче, не знаю, он живет там. В общем, по его загорелому виду на промо-материалах для его платформы вы бы могли это увидеть, что что-то не так в Россиюшке, так нельзя выглядеть. То есть он выглядит отдохнувшим, посвежевшим, и вот они запустили эту платформу. Я вообще понятия не имею, что там и как, но я думаю, что мы обязательно позовем Никитку и с ним поговорим в целом для чего это, кому это и зачем это. Сейчас пока что крайне непонятно, хотя вроде там говорят, что она уже там 3 месяца в тестовом режиме работает, но фиг его знает. Но вот технически это как стартап, конечно, интересно. Тут в основном отпугивает то, как это выглядит. Это площадка, на которой ты можешь давать таски, а фрилансеры их забирают. Я правильно понимаю? Да, это примерно так и работает. То есть это типа какой-то... Есть ли аналоги? Ну, любые фриланс-биржи. В России, не знаю. Но они не специализированы очень, все-таки согласись, когда ты какие-то рекламные шоты на фриланс.ру условные или там на какие сервисы размещаешь, что это такое, потому что там сидят. И муж на час там сидят, и подретуширую фотку в фотошопе, пририсую крылышки. Ну, скажем так, не такие высококвалифицированные кадры, я согласен. Да, важно, чтобы ты, когда выдавал задачу, все-таки говорил на привычном себе языке. Это да, это да. В России точно такого нет. Есть западные там всякие аналоги, типа опорка, но опять же, там, скажем так, очень специфические таски на опорке и так далее. То есть ты пока там первый заказ не взял, тебе вообще всякую трешатину предлагают за в носу поковырять. То есть там вот надо... Вот эти системы рейтингов типа 5 баллов. Кирилл, кстати, Плешаков очень много сидит, на опорке, и он прям хвалил. Но... Ну, я как-то регался после панфиловцев бинго. Ну, заполнял, заполнял, какие-то микротаски получал, но мне все это так не понравилось, и у меня настолько были другие заказы хорошие, что я забил. Не-не-не, это трешатина страшная. Ну, там есть хорошие какие-то задачи, но тебе их дают только, когда у тебя там супер-супер high-low-will рейтинг. Ну, вот эта вот вся трибуха, короче. Если даже ты нормальный специалист, тебе надо, блядь, там, потратить большое количество времени, короче. Не наш вариант. Вот. В CGD, я так полагаю, что это все побыстрее делается, но, опять же, я сам не пользовался, не тестил, вообще не знаю. Но аналогов пока что нету. Не знаю, насколько востребовано это будет, потому что пока что у нас как было, все шапочно, да, там, через знакомство, и все-таки на фрилансе сложно делать большие крупные проекты, это все равно должна быть какая-то координация, студия и так далее. То есть я так полагаю, что туда все-таки, ну, будут сливать какие-то... Отдельные шоты. Отдельные шоты, таски, которые не требуют как бы большого... Либо координатор будет уже с проектом там сидеть. Да, большого погружения, ну, наверное, да. Они пытались это, всю историю делать, еще на базе, по-моему, Церебра, да, внутри студии было такое у них. Не знаю, к чему это привело, но, судя по всему, они решили вот свою платформу запилить. Как я понимаю, там готов бэкэнд, а с дизайном... Ну, вы сами все видели. Что еще интересного было в мире за это время? Недавно показали... Ну, как недавно? Сегодня. Был большое мероприятие DC, на котором кучу новых проектов показали. Так, подожди, Сипаны. А можно не греметь? Спасибо. Я веду шоу. Можно? Мама, я записываю подкаст. Нет, мама, я не буду сейчас обедать. Мама. Да. Мама. Мы записываем главный CG-подкаст. Мама, я просил не мешать мне, когда я пылесошу комнату. Ваня, ты лучший. Так вот. На мероприятии показали там трейдер с Чудо-женщины, Бэтмена, новый снайдер-кат, который будет разбит на четыре части. То есть, это на, по-моему, HBO. Да, HBO+. А, да, HBO Max. Вот, все правильно, да. Там будет фильм разбит на четыре часовых части. И, соответственно, вот его покажут когда-то. Показали трейлер под песню Аллилуйя в слоу-мо. Все такое красивенькое. Ты написал, что это нечестно. Что это читерство. Я еще не посмотрел. Я вот сегодня буду смотреть все трейлеры. Ну, это реально читерство. Ну, блядь, вы берете супер-супер такую прям душераздирающую песню. Да, и в слоу-мо показываете красивые кадры. Ну, камон, йоу. Это Снайдер этим грешил еще, по-моему, до этого. Ну, скажем так, это слишком попсово. Мулан, который новой киноадаптации, ее Дисней будет выпускать сразу в Дисней Плюс. Да. А не в кино. Это же обидно, наверное. Это веха. Насколько я помню, была такая новость про Warner Brothers, что они все свои проекты будут выпускать на Дисней или где, на каком сервисе, напомните мне, через две недели можно будет купить. То есть, раньше этот релиз, по-моему, там через три месяца, по-моему, должен был состояться цифровые релизы, а теперь в течение. Через две недели можно будет, правда, за повышенную стоимость. Ну да, Mulan тоже будет стоить 30 долларов. Да. Типа с подпиской еще 30 долларов. Да-да-да-да-да. Ты можешь посмотреть, типа, через две недели после старта. Ну, условно, когда он там в кинотеатрах. Вся эта изоляция помогла онлайну прибить кинотеатры окончательно. Вот Дисней такой, фух, слава тебе, господи, успели. Так, а сейчас анонсируются уже даты премьер в России и в мире, там, довода и всего прочего. Да. Это значит, что кинотеатры уже откроются? 3 сентября довод выходит в кинотеатрах. Ну, вроде как, если опять не переносут, но, скорее всего, выйдет. Я не знаю, как у тех, кто не в Москве живет, но у тех, кто живет в Москве, сейчас ходит куча слухов про то, что 20 сентября все опять закроется. Непонятно, слухи не слухи, потому что никакой официальной инфы нет, но будто все всем говорят, что 20 сентября опять все по второму кругу на карантин закроется. Ну, довод еще может успеть. У меня ТН это выходит на следующей неделе. Круто. Ты первый нам все расскажешь. Я почитал про него, его же уже показали прессе все, но его не то, что всех супер хвалят, там, типа, на Rotten Tomatoes у него... 80. Я не помню, 85 или что-то такое. 80, по-моему. Рейтинг свежести. Да, но это, короче, так себе, мне кажется. Слушай, ну, Rotten Tomatoes для гения. Это уже давно, как бы, сайт, который, скажем так, мягко говоря, непоказательный. Они там постоянно прикручивают какие-то новые алгоритмы, но в целом, там, бывали случаи, когда я прушиваю и проплачу. Хотя бы. Ну, да. Ну, короче, надо смотреть. Понятно, что Нолан, прям совсем плохо у него не получится. Совсем-то уж говна не снимет. Это знак качества. Ну, это как Гай Ричи. Нолан гений же, вы что. Да, Нолан. Это, опять же, эта оценка, она про завышенные ожидания. Ты смотришь просто хорошее кино и ставишь ему там оценку хуже, чем ты ждал. Ой, ой, Microsoft же обосрались недавно. Очень, очень смешно. Опять? У консолей, когда они выходят, есть launch title. Игры, которые идут вместе с выпуском, которые стимулируют продажи платформ. Системселлеры, да. И у Xbox, очевидно, это был новый Halo, и в итоге его перенесли. То есть, Xbox выходит без системселлера. Ну что, блядь, кто будет покупать себе Xbox? Нахуй он вообще нужен. А что там у них еще будет выходить? Да у них нету игр. Microsoft Flight Simulator. Flight Simulator, да. Они же с Game Pass совсем стерли границу между ПК и Xbox, и ты можешь во все игры, которые выходят на Xbox, играть на ПК, и такой, нахуя, нахуя покупать консоли для этого? Я, в принципе, не понимаю смысл от консолей, в общем-то. Так что, это вопрос. Ну так, тебе не надо комп собирать, ты можешь просто поставить к телеку и поиграть. Ну да, если тебе не нужен компьютер в целом, то и ты хочешь играть в мультиплатформу, то да, наверное, Xbox это норма тема. А у меня же горе игровое. Я же последний где-то, ну вот, начиная с весны, с конца зимы, поставил себе Мафию третью и постепенно ее проходил по несколько часов в неделю. Я там уже больше половины игры прошел, и на той неделе я с утра запускаю на компенюк, чтобы делать рабочие таски, он не запускается, и я поднял панику, я вообще не понимаю, то есть вечером нюк запускался, утром он не запускается, и я все, что мог, перепробовал, все откатил, все, ну вообще он просто не запускается, ни одна из версий нюка, мы вот с Ваней, с Сашей, я тоже советы спрашивал, что можно делать, в интернете читал, ничего не помогает. Я полностью снес виндук, полностью все переустановил, все работает, но у меня слетели сохранения мафии, я такой, блядь, я думал, я как раз пройду третью, к тому, как выйдет первая, я куплю первую, и пройду первую. Блин. Теперь придется качать стол. То есть, ты так и не узнал, в чем была причина. Да нет, игра очень однообразная, на самом деле. Я не про игру, я про нюк. А, нет, нет, не узнал. Типа просто, блядь, не работала все. Да, а мафия третья, она красивая, но по сюжету она какая-то однообразная, и ты, по сути, всю игру занимаешься дрочевым. Сказал человек, который любит фаркрай играть серию. Ёшки. Фаркрай обожаю, скорее бы шестой вышел. Хочу татуху на все тело набить фаркрай. Мы все еще корим тебя за твой вкус в музыке и в играх, но в целом. Любим тебя и таким. Спасибо, все что надо. А у нас есть какие-нибудь планы на подкаст, нет? Что у нас из планов? Я надеюсь, мы будем больше общаться именно втроем, просто на какие-то вечные темы немножко про графику. Звать также гостей. На гостей у меня очень большие планы на этот сезон. Столько еще хороших и людей в индустрии, которые к нам не приходили и не рассказывали свои охуительные истории, поэтому... А еще нам нужно позвать Сережу Цепцина. Сто пудов, нам же нужны проходки на ивент. Хочу послушать про нейросети и проходки на ивент. А будет московский ивент? Потому что сейчас... Вот, нужно обсудить. Никто не знает. Они же создали канал стримов CGTALK 42 на ютубе. Это прям целый канал стримов. Это CGTALK создал. Это разные движухи. Это разные движухи. Мне понравилось... Цепцина приглашал ребят из студии ЖШИ и прям вообще позитивные пацаны. Ребята, надо их к нам скорее зазвать, порасспрашивать, что там. Давайте. Я же, когда приеду в Питер на съемки амбициозного проекта, мы же можем тусить все вместе и устраивать сходки. Ваня не выйдет из своей квартиры, не забывай. Меня мама не отпустит. Да ладно, шучу. Не, я за любой кипиш в движуху и так далее. Вань, ты к следующему выпуску напишешь еще одно 4 стиши, с которого мы сможем начать? Это не я написал, это Миша Круг написал в каком-нибудь там, не знаю, в 96-м году. Я не знаю. Про Beauty Pass? Про Beauty Pass, да. Нет, это песня Жиган Лимон называется. Да, Ванечка, мы же не знали этого. 8 не знал, но в тебе, Саша, я не сомневался, а вот 8 думал, что это мои стихи. 8, серьезно? Я считаю, в них ты вдохнул новую жизнь. Я пересмотрел, как это пропустил через свою призму граждания. Это как когда Джонни Кэш сделал кавер на Nine Inch Nails. Это то же самое преталантливающего человека. Вот. Это было клево. Вау. Разгонный подкаст. Не ждите от нас очень многого. Мы месяц не разговаривали друг с другом, поэтому вот как было, так было. Простите. Да все супер клево. Счастья, успех. Все, все, пока. 5 часов. Я пошел на свидание, а вы идите. Подожди, на какое свидание ты замужем, женат почти. Нет, вот пойду укреплять отношения. Делаю молодое, благородное. Всем пока. Люблю. Все, всем привет, всем пока. Пока, пока.